Бисмиллахи ррахмани ррахим Аддарсу фэлиту Третий урок первого тома мединского курса Бейтун, эль бейту Китабун, эль китабу Калямун, эль каляму Джамалюн, эль джамалю Мы видим, что окончание танвын, указывающий на неопределенность Никогда внутри одного слова не встречается с определенным артиклем эль Это весьма логично То есть, когда мы говорим бейтун, это какой-то неопределенный дом А когда я уже говорю эль бейту То уже подразумеваю какой-то конкретный дом Образ которого я держу у себя где-то в уме Или вижу перед собой Китабун, какая-то книга Эль китабу Конкретная книга Калямун, неопределенная книга Эль каляму Определенная книга, конкретная Джамалюн, эль джамалю Верблюд какой-то непонятный И эль джамалю Верблюд, который стоит передо мной Идем дальше Эль каляму максурун Ручка сломанная Эль бэбу мафтухун Дверь открытая Эль валаду джалисун Валь мударрису Ва акифун И вот в этих четырех незамысловатых примерах Нам дана схема построения простого именного предложения Любое именное предложение состоит из двух частей Из подлежащего муптада И сказуемого Максурун Эль каляму максурун Подлежащее всегда должно прийти в основе в определенном состоянии А сказуемое всегда приходит в неопределенном состоянии Если это возможно Чередование определенности-неопределенности рождает полнозначное предложение Если вы скажете Эль бэбу эль мафтуху Мой собеседник араб будет ждать продолжения Потому что чередование определенности-неопределенности не произошло И он уже автоматически ждет хабар То есть сказуемое Он подумает Дверь открытая И что дальше? А когда же я говорю Эль бэбу мафтухун Получается дверь открытая ТЧК Смысл завершен Подлежащее сказуемое Первым условием построения простого именного предложения Является разобщенность состояния определенности И неопределенности у подлежащего и сказуемого Чередование вот этого плюса и минуса рождает полный смысл Это был первый момент, который вам необходимо крепко запомнить Второй момент, он уже связан с конечными огласовками Вы наверняка заметили, что они Вот эти обе части предложения несут в конце огласовку дамму В арабском языке огласовка дамма считается самой тяжелой Почему? Да потому что когда мы произносим дамму У или Ун Губы выпячиваются вперед У Мы прилагаем больше усилий при произнесении этого звука Нежели при произнесении А Когда рот просто открывается И точно так же, когда мы произносим касру И Касра это дословно при переводе звучит как ламания Ламания чего языка? Рот открывается уже, чем при произнесении фатхи Затрачивается на это действие меньше всего энергии Поэтому на первом месте стоит дамма Как самая энергозатратная Потом идет фатха А И в этом ранжированном списке самая легкая касра У А И И здесь, пожалуйста, запомните такую, как говорится, аксиому Главные части предложения несут самую тяжелую огласовку То есть дамму или танвын дамму Альбэбу мафтухон В дальнейшем мы увидим, что фатху несут второстепенные части предложения А касру несут зависимые слова Зависимые от предлога или от какого-то предыдущего слова Это был второй момент Главные части предложения несут самую тяжелую огласовку Аль валяду джелисун Аль мударрису Хватайфун Мальчик сидящий Учитель стоящий Естественно, на русском языке мы так сказать не можем Даже если скажем, это звучит как-то коряво Почему? Да потому что вот это вот именное предложение в арабском языке Занимает центральное положение в микрополе настоящего времени Для того, чтобы выразить какое-то действие, которое происходит сейчас Мы используем глагол Мальчик сидит, учитель стоит Арабы для этого используют именное предложение И вот эти вот арабские предложения на русский язык мы будем переводить так, как это будет правильно звучать на русском языке Ручка сломана, дверь открыта Мальчик сидит, учитель стоит Продолжаем разбор третьего урока Аль китабу джадидун Валь каляму кадимун Аль химару сагирун Валь хисану кабирун Аль курсию максурун Аль миндилю васихун Васихун грязный Чтобы легче это слово запомнить, есть такая связка грязный Вася Здесь не совсем четко видно, поэтому я это слово написал вот здесь Аль лебену харун Аль камису назиифун А сейчас давайте еще раз прочитайте вот эти вот предложения, держа на мысленном экране два пункта Первый пункт разобщенность состояний, то есть муптада подлежащая в определенном состоянии, сказуемая в неопределенном состоянии И обе части предложения, главные части предложения, подлежащие и сказуемые, несут на себе дамму То есть два пункта Разобщенность в состояниях и вот эта вот огласовка дамма Которая указывает на именительный падеж Часто спрашивают, откуда узнать перевод вот этих слов Потому что я иногда не все слова перевожу В интернете вы можете найти, скачать или купить книгу Абу Аделя, которая основана на вот этом мединском курсе Можете найти эту книгу у меня на сайте Вот как эта статья называется Абу Адель, курс арабского языка, вводная, первая и вторая часть Год выпуска 2007, автор Абу Адель Основой для этого самоучителя взят мединский курс доктора Абдурахима Уроки арабского языка для тех, кто не говорит на нем Приступим к упражнениям Тамринун было упражнение А тамарину упражнение В первом упражнении нам необходимо правильно прочитать вот эти вот слова Четко проговаривая окончание То есть где-то надо сказать ун, например, мэсджидун Потому что нет определенного артикля А где-то надо сказать у Потому что впереди стоит определенный артикль Эль мэсджиду Во втором упражнении необходимо прочитать и переписать, проговаривая слух Не забываем чередовать определенность-неопределенность И на главных частях предложения, мы помним, лежит самая тяжелая огласовка Дамма или танвуин дамма В третьем упражнении нам необходимо в пустую графу вставить подходящее сказуемое, приведенное вот здесь вот в первой строчке Но явно он тяжелый Поэтому мы говорим В четвертом упражнении уже надо самостоятельно подобрать несколько, одно или несколько подлежащих И вписать их в пустую графу Например Еще раз внимательно просматриваем новые слова На следующей странице Определенность-неопределенность Дамма Упражнение И здесь во втором упражнении в пустую графу необходимо вписать подходящее слово Пометую о том, что подлежащее всегда в определенном состоянии Например Они находятся от L очень далеко Например Завершающие упражнение Вот этого большого нашего урока третьего Здесь просто необходимо прочитать И переписать себе в тетрадку Вот эти вот слова Дамма 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 Дамма